Сейчас на маршрутные такси пересаживаются все больше людей. Оно и понятно. Быстрый, правда, не всегда удобный транспорт. Но машин всегда хватает, поэтому утомительные ожидания на остановках и вовсе сошли на нет. Троллейбусами и автобусами в большинстве своем пользуется льготная категория граждан. Все остальные предпочитают маршрутные такси. Тем более, по заявлениям самих пассажиров, машин меньше не стало. С 1 июня вступили в силу изменения федеральный закон о безопасности дорожного движения. Теперь водителям маршруток, не имеющим российские водительские удостоверения, запрещено выезжать из таксопарка. Обязанность по выявлению запретов возложена на работодателей. Если же они нарушат запрет, то им грозит административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Обмен иностранных водительских удостоверений производится в экзаменационных подразделениях госавтоинспекции. Причем делается это без привязки к месту временного проживания или пребывания заявителя, но в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации. Но есть обязательные условия. Для обмена права должны соответствовать образцу из Международной конвенции. После этого водителю предстоит сдать три обязательных экзамена. Один теоретический и два практических. На автодроме и в условиях города. Если же водительские права конвенции не соответствуют, то водителю придется обучаться заново. По заявлениям сотрудников госавтоинспекции, всплеска активности по обмену прав не наблюдается. Сейчас в подразделении МРЭО обратилось всего три человека. Связано это с тем, что водители, которые всерьез занимаются этой деятельностью, давно заботились этим вопросом. Сейчас сотрудниками госавтоинспекции ведется работа по выявлению водителей с международными правами.